про маски, про маски, про маски, в общем есть такая замечательная книга 5 травм, которые мешают нам быть собой я ее прочитала вдоль, поперек, за, там, ну, не знаю даже как сказать в общем, я ее зачитала, это дыр, и вот хочу сказать просто немножко о том понимании, которое мне пришлось сейчас, сегодня, ну, в общем, коротко, коротко о том, о чем книга о том, что в момент нашего рождения или до него, скорее до него, мы принимаем решение, какие именно психологические моменты нам стоит отработать в этой жизни, их всего 5, этих психологических моментов, это травма, когда тебя отвергают, не дают тебе права на существование, это травма предательства, когда тебя обманывают, не оправдывают твоих ожиданий, это травма несправедливости, когда с тобой относятся холодно, жестоко, жестко, это травма унижения, когда тебя унижают, не считаются своим достоинством, и это травма покинутости, когда тебя оставляют одного в одиночестве совсем, вот, все эти травмы связаны с телосложением определенным в каждом, во мне, да, в тебе, они сразу же видны, но речь-то, наверное, не об этом, а о том, что я поняла, что все эти маски, они, по сути дела, одна такая большая, субличный защитник, защитник, который возник из опыта одного, одного там или двух травмирующих опытов, когда, которые были заранее, заранее вот мной выбраны, что вот мне нужны именно они, то есть обвинять некого, я сама это, сама это выбрала, я сама выбрала, и в чем прикол, значит, я маленькой, еще там вот тробе или совсем маленькой, делаю какое-то действие, например, проявляю себя свободно, свободно себя выражаю, бегаю, там, какашками бросаюсь, а мне говорят, так нельзя, или там бьют, да, и вот интересно, что в этот момент и рождается момент, что надо защищаться, есть некто, есть вот нечто, от чего надо защищаться. Таким образом, понятие для меня свободы склеивается с болью, слепается, вот, то есть когда я думаю, что я свободна, значит, это будет больно в какой-либо степени, точно так же с единством, точно так же с преданностью, верностью, точно так же с нежностью, с верностью. Вот с такими базовыми понятиями всегда склеена вот эта боль, которая была получена из-за того, что я сама выбрала прийти и её пережить, и расклеить вот это, и выражать себя. И что происходит, когда вот я наблюдаю за своей реакцией, то есть вижу, что вот я снова критикую, например, да, и вот в этот момент, допустим, я просто расскажу, что я сейчас чувствую, допустим, я критикую человека, я критикую себя за то, что я такая несовершенная, я, в общем, пошла гонять, гонять в аду, и если в этот момент я почувствую нежность к себе, да, допустим, искусственно буду генерировать нежность, ну вот, как Наталья Северская говорит, то я не смогу быть жёсткой, просто не смогу. Допустим, если я генерирую единство, и в этот момент кого-то избегаю, не отвечаю на звонки, там, то я не смогу так делать, вот интересно, то есть, когда понятия расклеиваются с болью, когда я понимаю, что боль была вызвана не внешними обстоятельствами, а тем, что я сама решила, я сама решила, что мне нужна эта боль для того, чтобы вспомнить, зачем я сюда пришла, просто вспомнить и начать выражать то, что для меня ценно, да, для меня ценна, там, нежность, свобода, и они для меня самые болезненные понятия, потому что я думаю, что быть свободной, это значит сидеть без денег, да, без друзей, без всего, да, быть нежной, это значит, что каждый может меня там поиметь и сделать больно, особенно я, вот и всё. То есть, когда я понимаю, что вот всё это я сама придумала, я начинаю потихонечку-потихонечку выражать это, выражать свои ценности, для меня ценно, для меня ценно. Ну, в общем-то, вот.